1, 2, 3. Получится наш лес установить? Конечно. Сколько времени нужно? Ну как, на будущий год, я думаю, это не проблема, полтора гектара, конечно. Мы здесь должны благоустроить вот эту теплотрассу, то, что есть. Люди говорят, что освещение в городе нет. В Валенске ничего не дали. Деньги на сельские поселения на несколько дали, на Валенске четвертый год ни копить не получаем. Типа, что мало своих дорог, вот на балансе, поэтому не даем. Вот такая проблема существует. Ну дайте. Нет, не у нас, в области. Область отдает деньги. Нет, а что, если сейчас площадка, которая есть, инвестиционная, если новые предприятия придут, то мы сюда жизнь вдохнем. Место хорошее. Канализацию сделали, дай бог, лес. Восстановим, проблем нет. Есть разница между немецкими, амсулино-французскими и нашими людьми? Наш инсулин соответствует с инсулин требованиями. То есть у пары производства нет понятия качество хуже, лучше, а там есть. Но стандартная? Да. Нет, а по цене имею в виду? Есть у нас? По цене, но даже дешевле. Инвестиционная цена, которую мы имеем право превышать, она составляет 360 рублей. Весь западный продукт за 400 рублей. Ну то есть мы как-то распространяемы? Да, конечно. Сегодня нам удалось, как мы и обещали, до 5 мая сдать этот самый коллектор с трубой канализационной. В общем, сегодня мы имеем все основания считать, что свое обещание мы выполнили. В Абалянске люди задавали вопрос, будет ли развиваться город. Всем хочется, чтобы в городе строились красивые, комфортные новые дома, клуб, спортивные комплексы. И часто это возможно тогда, когда есть работа. Вот с Александром Вячеславовичем мы обсуждали тему перспектив развития и района, и города Абалянска в частности. Мы считаем, что та территория, которая прилегает к Абалянску, это около 300 гектаров, она достаточна для того, чтобы здесь организовывать современные производства, производства, биокластеры. Потому что есть кадры, есть все необходимое. Наша задача сделать так, чтобы была очередь из инвесторов, потому что вся научная база, вы знаете, существует в Абалянске. Абалянске.